Татьяна Молокова Сергей Алексеевич, недавно глава Чуваший встречался с лидерами региональных отделений политических партий. Как Вы считаете, нужны такие встречи? Как Вы относитесь к такой инициативе исполнительной власти? — Конечно, положительно отношусь. Я думаю, что эта встреча была первая. Скорее носила ознакомительный характер, чтобы познакомиться. — Важно, чтобы, если такие встречи будут продолжаться, независимо по чьей инициативе, чтобы они носили некий тематический характер, где обсуждались бы более конкретные темы. А так, конечно, положительно. Я думаю, что такого рода встречи и обмен мнениями всегда полезен. — Олег Алексеевич, наверняка Вы обсуждали в партии фракции Госсовета эту тему. Каковы впечатления от этой встречи у тех людей, кто там присутствовал? — Впечатления? Обо всех, конечно, сказать не смогу. Наши впечатления какие? Я уже, в принципе, в предыдущем ответе сказал, что это, в общем, положительная встреча. — Прежде всего тем, что, когда собираются представители, если не всех, то большинство политических партий, которые представлены в Чувашской республике, естественно, когда друг друга можно увидеть и идентифицировать, какую партию кто представляет. С одной стороны, надо знать друг друга, как говорится, в лицо. С другой стороны, это дополнительно возможно сообщение с руководством республики, задать тот или иной вопрос. Ну, естественно, раз такая встреча, формат политических партий, то, что касается, естественно, в политическом аспекте. — Какой бы Вы вопрос задали главе Чувашей и всем присутствующим на этой встрече, если бы Вы туда попали? — Ну, на самом деле, значит, наш представитель задал вопросы и задал, естественно, вопросы те, которые волнуют большинство членов партии. У нас вообще в партии так принято, в региональном отделении политических партий «Справедливая Россия», что мы, как правило, обсуждаем либо на фракции, либо на бюре регионального отделения те или иные предстоящие мероприятия. И, естественно, согласовываем позицию, что, как и в каком аспекте мы будем действовать и позиционировать наше региональное отделение. Кроме того, в региональном отделении, я уже много раз говорил, работают постоянные действующие комиссии по различным направлениям жизнедеятельности республики. Естественно, мы консультируемся с теми нашими общественными активистами, чтобы, скажем так, почувствовать, какие импульсы волнуют, скажем, по разным направлениям вообще в республике. И Маляков Игорь Юрьевич, будучи на встрече, задал вопросы, значит, Михаилу Васильевичу Игнатьеву прежде всего. Ну, нас как бы волнует, наверное, сказать, так, наверное, сказать, с точки зрения вообще предстоящей нашей фракционной работы, был задан один из главных вопросов. Мы намереваемся вообще в предстоящий период, вот до Нового года, во всяком случае, отстаивать все-таки позицию нашей фракции с тем, чтобы в парламенте Чувашской республики, в Государственном союзе Чувашской республики, значит, было поименное голосование, чтобы каждый избиратель мог, скажем так, поинтересоваться, как голосовал их депутат по тем или иным вопросам, скажем, в рамках сессии, какую позицию занимал. Это очень важно, ведь, в принципе, вся мировая практика, практика ведущих, скажем так, парламентов Российской Федерации, это Государственная Дума, это Городума Москвы, это позволяет делать, то есть любой избиратель всегда может зайти и посмотреть, как тот или иной депутат голосовал, значит, по тому или иному вопросу, почему мы должны закрываться от наших избирателей, нам непонятно. Ну вот мы плавно перешли к следующему вопросу о том, что приближается сессия Госсовета, уже работают комитеты, фракции собираются. С какими инициативами вы собираетесь выходить в парламент Чувашии? Что собираетесь обсуждать на своих сессиях? Ну вот я уже одну инициативу нашу сказал, естественно, тогда я с него и продолжу. Вот, кстати, Михаил Васильевич согласился с нашей позицией, он считает, лично он считает, как гражданин Чувашской республики, что жители Чувашии должны иметь право вообще знать, как голосует их депутат. Вот это одна из наших, скажем так, планов на предстоящий период. И, естественно, самый главный вопрос – это бюджет Чувашской республики, мы его должны принять, значит, до Нового года, скорее всего, в ноябре это произойдет. До этого, естественно, предстоит его публичное обсуждение. Хотелось бы, конечно, это публичное обсуждение, чтобы оно как можно раньше началось, с тем, чтобы было время его обсудить. Волнует бюджет прежде всего из-за того, что это главный документ, который будет определять, скажем, прежде всего на следующий год и на плановый период вообще жизнедеятельность и направление развития республики. А результаты деятельности республики за прошедший год, вот данные Росстата все прекрасно, наверное, читали, те, кто интересуются вообще экономическим развитием регионов, они не очень хорошие для республики. Вы имеете в виду тот рейтинг, который в российской газете опубликован? Ну, это не рейтинг, это официальные данные развития регионов, значит, на основе того, как живет регион. И, естественно, темпы роста производства, который основной показатель, он как бы не очень хороший для Чувашии. Ну, вроде выравниваемся. Выравниваемся, естественно, может быть. Но здесь я хочу о чем сказать. Мы, фракция «Справедливая Россия» в Государственном Совете, голосовали против утверждения бюджета за прошлый год. Мы голосовали против утверждения итогов реализации бюджета за 2019 год. И главной позицией у нас всегда аргументация в этом вопросе была, что мы не видим внятной политики развития региона. Не видим политики диверсификации экономики региона. И это вот показывает вот такого рода падения, как в этом году произошло. То есть вот в 2010 год мы упали намного больше, чем все остальные регионы. Вот в 2013 год мы опять падаем намного больше, чем все остальные регионы. А чего это происходит? От того, что нет диверсификации экономики. Мы зависим от, скажем, считанных количества, скажем так, предприятий, которые, как только они спотыкнулись, скажем так, автоматически страдает вся экономика и общие статистические показатели вообще Чувашской республики. Ну да, там упало на одном предприятии, а уже вся республика заметила. Значит, это вот мы поэтому и говорим. Нужно бюджетное... То есть в бюджете надо выразить вообще направление диверсификации экономики. Естественно, для этого должны поработать отраслевые министерства. Они должны разработать внятную стратегию развития, скажем так, той или иной отрасли. Естественно, надо поработать в плане, скажем так, выравнивания диспропорций в развитии муниципалитетов. Именно с этой точки зрения надо развивать инвестиционную стратегию. Кстати, инвестиционная стратегия Чувашской республики в соответствии с требованием ОСИ на сегодняшний день еще не утверждена. Правда, она уже находится на согласовании, насколько мне известно, в органах исполнительного власти, потому что экспертная группа его концептуально одобрила. Но она еще не принята. И, естественно, вот эти все моменты нас не устраивают. И мы намерены снова очень внимательно обратить внимание. Вы не знакомились с инвестиционной стратегией, сами не знакомы. Почему не знакомы? Я знаком, потому что я являюсь, лично я являюсь членом экспертной группы ОСИ в Чувашской республике. Там представлены представители общественных объединений, предпринимателей. И я тоже, как один из представителей общественных объединений, нахожусь в этой экспертной группе. Поэтому я знаком. Я читал эту инвестиционную стратегию. Работа проходила довольно-таки напряженная. Поэтому первоначально она была завернута экспертной группой. Потом она была доработана. И, в принципе, она сейчас обрела, ну, скажем так, такой вид документа. Вид реального концепции развития региона. Но что настораживает? Настораживает то, что, скажем так, заместитель министра экономического развития Чувашской республики, который разрабатывал этот документ и довел, скажем так, его до определенного уровня, тут же уволился. Довела его стратегия. Он его написал, а кто будет реализовывать? Понимаете, ведь очень важно, документы можно написать красивые. Важно, как это будет реализовываться, как будут внедряться те или иные положения в жизни. Естественно, человек, который его разрабатывал, он понимает концептуально, какой шаг за каким надо делать. Где, куда и что делать. Вот это, естественно, нас настораживает, опять же. И в дальнейшем следующее, вот это, это бюджет, как бы, то, что касается бюджета. Про регламент я уже сказал. Ну, и следующее направление, это, наверное, очень важное направление. Это то, чем занимается вообще практически каждый день региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Чувашской республике. Это вопросы ЖКХ. Это вопросы ЖКХ. И здесь, в частности, мы намерены уже вносить наши предложения по изменению законодательства о капитальном ремонте многоквартирных домов. Это касается, ну, конечно, не всех, но большинства жителей Чувашской республики, особенно городского населения. Потому что закон на прошлой сессии мы приняли о капитальном ремонте многоквартирных домах. Наша фракция голосовала против принятия закона в двух чтениях. Мало того, что мы после первого чтения покинули зал заседаний, мы мотивируем тем, что мы категорически против принятия в той редакции закона без широкого общественного обсуждения. И ввиду того, что, тем не менее, закон был принят, скажем, и соответствующим образом вступил в силу, мы, скажем так, впоследствии уже организовали и до сих пор обсуждаем с различными общественными организациями, с представителями муниципалитетов вот этот закон. И, естественно, там очень-очень много вопросов, очень-очень много предложений. И все эти предложения мы в данный момент уже обобщаем, пишем, и намерены в ближайшее время уже с этой инициативой выйти. И вот что здесь главное людей волнует? Здесь людей прежде всего волнует то, что создается некий региональный оператор, который будет, скажем, присылать вторую квитанцию к основному по квартплате. И деньги, значит, будут где-то аккумулироваться. И потом абсолютно людей раздражает, что даже у них и не будет спрашивать, кто у них дома будет ремонтировать, когда будет ремонтировать. То есть этот региональный оператор будет сам определять, кто будет ремонтировать. Люди от этого процесса как бы отстраняются. Как бы отстраняются, да. Там есть некие нормы, но они нечетко прописаны. И, естественно, всех это волнует на сегодняшний день. Олег Алексеевич, в большинстве своем наши жители апатичны. Я по себе знаю, что я не буду выходить, не буду создавать там совет дома, не буду с этой инициативой выходить, не буду входить в этот совет дома. Ну, делается и делается, лишь бы делалось. Вот очень многие так себя ведут. Как вы бы хотите, чтобы эта норма работала? Как вот это должно работать? На самом деле, ведь все, что, скажем так, делается, как правило, где-то уже существует. Если взять мировую практику в этой области, везде, как правило, каждый дом многоквартийный имеет свой отдельный специальный счет. Именно на цели капитального ремонта общего имущества. Мало того, что он имеет этот общий счет, он как бы под этот счет, под активы этого счета, он может привлекать кредиты банков для того, чтобы решить некие текущие задачи, если денег на этом счете не хватает, для того, чтобы привести работу капитального характера. Вот поэтому есть, вот скажем, мировая практика, которая, она уже сложилась. И, в принципе, в нашем законе такая возможность, она тоже закладывается, потому что его не заложить нельзя. Который принято или который вы предлагаете? Который принято. Но оно ограничивает возможность создания вот такого рода специальных счетов только теми домами, которые на сегодняшний день организованы в качестве управления в форме ТСЖ. И таких домов получается очень-очень малая часть всех, от всего общего количества домов, которые имеются в Чувашской республике. Мы говорим за то, чтобы, если жители дома хотят, чтобы каждый дом имел возможность такого рода счет иметь и соответствующим образом управлять своим общим имуществом в доме. И подобный пропаган, и ведь люди все этого хотят. И в связи с этой работой, вот я должен, тоже хотелось бы отметить, вот в ходе этого обсуждения, выявилась абсолютно плачевная ситуация, например, в городе Шумерле. Да, там проблемы. Где люди уже, оказывается, 4 месяца, все лето вообще не видели горячей воды. Они говорят, мы в школе детей готовили в тазик и грели воду. Глава, насколько нам известно, собирается уходить в отставку. Вот эти все ситуации в ходе нашей работы, они выявляются, и мы считаем, вот эти наши поправки, они тоже своевременные. Хотя еще, а ведь, и опять же, и другие регионы, и другие регионы, даже наши соседи, та же самая Ярославская область. Там вообще парламент Ярославской области, насколько мне известно, вышла с инициативой в Государственную Думу вообще заморозить нормы закона о капитальном ремонте до 2015 года. Почему? Ну, с тем, что есть некая дискуссия пока, что вот этот вот закон, в принципе, все, многие, не все, многие регионы принимают закон на основе модельного закона, который разработала Минрегионразвитие. И есть мнение некоторых экспертов, что, в принципе, закон антиконституционен. Он, как бы, получается, собственника имущества отдаляет от управления его имуществом. То есть, с одной стороны, каждый гражданин имеет конституционное право управлять своим имуществом, владеть им, распоряжаться и соответствующим образом управлять. А тут этим законом, от него, его от этого процесса отдаляют. Создается некий региональный оператор, который с них... Деньги собирает, а делает... И за них решает, что делать, когда делать, с кем делать, и в каком, скажем, да, там, кто это будет делать. И, соответственно, принимать будут эти работы за них, как бы, вот-вот. То есть претензии какие-то граждане уже не смогут предъявить? Ну, получается, что так. Получается, что так. С одной стороны, еще практики реализации как такового закона нет, но теоретическая база, которая заложена в этом законе, именно идет в этом направлении. И в связи с этим некоторые регионы, вот такого рода, вот я уже сказал, Ярославская область, насколько нами известно, вышла с такой инициативой. Пермский край завернул закон именно из-за этих норм. Они не смогли принять при первом подходе этот закон. То есть в регионах, во многих регионах, эта ситуация также очень бурно обсуждается, очень бурно, скажем так, дискутируется. И, естественно, поэтому мы говорим, так надо было его еще до принятия, во-первых, обсудить. Но раз мы его приняли, мы уже взяли на себя такую функцию, мы его обсуждаем. Да, доработать. Мы его обсуждаем. И, естественно, свои предложения, инициативы мы будем носить. Как это получится? Посмотрим. Олег Алексеевич, предстоит, видимо, вам сложная и интересная работа в этом сезоне перед Новым годом в Госсовете. Желаем вам успехов. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. До свидания. Спасибо. Напомню, что сегодня гостем программы «По существу» был член фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашской Республики. Олег Николаев, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин